друзья сегодня у нас цветокоррекция в lightroom и мы из такого незатейливого снимка получим вот такую достаточно интересную на мой взгляд концептуальную фотографию если ты обрабатываешь на пк или телефоне причем неважно android это или iphone не забывай что lightroom везде одинаковый и результат твоей обработки также не зависит от девайса в твоих руках исходник ты можешь скачать по ссылке под видео и присоединиться к обработке вместе со мной если твой пока или телефон не читает новый raw формат cr3 я на всякий случай сохраню исходник формате тиф это такой формат с большой глубиной цвета и формате jpeg если уж и тиф читаться у тебя не будет и давай приступим к обработке итак друзья вот наша фотография давайте первым делом сделаем чуть-чуть поярче экспозицию ну где-то примерно на 0 8 контраст я слегка пониже где-то минус 9 думаю будет достаточно света я полностью убираю в минус 100 точку белого полностью убираю в минус 100 тени немножко подниму я думаю где то примерно до плюс 30 и точку черного я также немного прижму где-то примерно назначение минус 30 теперь друзья переходим в панели чисел и если вы обрабатываете на телефоне я включу более привычный для вас интерфейс вот именно таким образом вы его видите у себя на телефоне и так красный цвет практически незаметен он появится потом дальше когда мы будем работать с кривыми поэтому мы сразу сделаем его потеплее где-то примерно я думаю на плюс 40 насыщенность мы слегка прижмем минус 12 и слегка убавим свет я думаю где-то минус 5 минус 6 будет достаточно переходим в оранжевый цвет оранжевый цвет мы делаем более персиковым передвигаем в сторону красного где-то примерно на минус 40 насыщенность при этом я убавлю минус 26 свет тоже слегка убавлю где-то примерно на минус 14 теперь друзья желтый цвет мы полностью цветовой тон переведем в сторону оранжевых оттенков на минус 100 насыщенность убавим очень сильно убавим примерно на минус 87 и сделаем желтый слегка потемнее где-то примерно на минус 15 далее друзья зеленый цвет насыщенность полностью убираем на минус 100 делаем при этом зеленый цвет темнее где-то примерно на минус 60 а вот цветовой тон полностью убираем вправо в сторону изумрудных оттенков далее аквамарин полностью насыщенность убираем на минус 100 больше ничего мы здесь не делаем синий цвет убираем насыщенность в минус 100 и цветовой тон подвинем сторону аквамарина где-то примерно на минус 25 фиолетовый цвет цветовой тон убираем вправо насыщенность минус 100 пурпурный цветовой тон убираем вправо насыщенность в минус 100 теперь друзья переходим в тоновую кривую дальше будем работать с тоновой кривой нам нужна кривая rgb она белого цвета зажимаем кнопочку alt точку черного я слегка подниму назначение 18 далее зажимаю кнопочку alt выставляю вот здесь вот в темных средних тонах и тяну вниз далее удерживая кнопочку alt я самую середину кривой потяну вверх но не до конца а стану немного ниже дефолтного точку белого я слегка опущу вниз рядом с ней точку светлого слегка подниму вверх чтобы повысить контраст теперь поработаем с точками которые находятся вот здесь в средних тонах в темных участках сделаем фотографию более контрастной опустим вот таким вот образом и точку в средних светлых тонах также слегка прижмем вот такая интересная у нас кривая получилось давайте перейдем теперь в красный канал и так ставим значение по середине как вы помните середина 128 на 128 но в данном случае это не принципиально зажимаем кнопочку alt и точку между самой низкой и средней точкой тянем немного вниз вот таким вот образом наше изображение окрасилась в зеленый изумрудный цвет далее переходим в зеленый канал также зажимаем alt и выставляем точку посередине также берем точку между самой низкой и средней точкой и потянем ее вниз и теперь когда мы зеленый цвет в самых темных и средних участках соединили с фиолетовым мы получили вот такой вот глубокий синий цвет но я хочу его сделать практически черным поэтому я перехожу в синий канал зажимаю кнопочку alt выставляю среднюю точку и тяну вот эту точку посередине до тех пор пока в темных участках не получил тот свет который мне нужен а мне нужен такой знаете цвет практически вот смолы которая черная но имеет легкие такие холодные оттенки и так друзья казалось бы мы все инструменты с вами применили но фотография все равно по-прежнему остается какой-то непонятный но у нас есть такой замечательный инструмент который называется баланс белого и это достаточно сильный инструмент особенно если вы работаете с raw файлом и так давайте мы повысим температуру пока наши листья не окрасятся в красивый оранжевый цвет я думаю что где-то 8100 кельвинов будет достаточно теперь мы получили достаточно сильную тонировку таким красновато-оранжевым оттенком но я хотел бы еще немного поработать с самыми темными участками давайте мы теперь возьмем оттенок дефолт он стоит у нас на плюс 40 и попробуем поработать с ним вот обратите внимание на увеличенные фотографии вы видите как у вас вот эти вот прожилки на листьях либо увеличиваются либо уменьшается и собственно говоря оранжевый цвет становится не такой заметный когда вы двигаете ползунок оттенок тинта влево я пожалуй выставлю значение плюс 28 теперь давайте мы перейдем в дополнительную коррекцию сделаем сочность где-то примерно на плюс 25 а насыщенность наоборот уберем вниз где-то примерно на минус 8 теперь друзья нам нужно раздельное тонирование давайте немножко усилим контрастность наших цветов давайте насыщенность цветах поставим на 25 и теперь подвигаем цветовой тон я хочу чтобы мой красный цвет на листьях был слегка с оранжевым оттенком пожалуй вот такое вот достаточно интересное значение где-то на 46 теперь тени давайте тени поставим я думаю что насыщенность 7 будет достаточно теперь тащим цветовой тон вот такой вот цвет теней мне нравится значение 194 фотография получилось слишком жесткой давайте понизим немножко контраст теперь друзья давайте добавим немножко суда текстурки где-то примерно назначение плюс 20 и немножко добавим четкости я думаю где-то 10-12 будет достаточно итак друзья на подобном изображении если вы будете использовать баланс белого кривые цветокоррекцию в оранжевых и желтых оттенках а также раздельное тонирование в различных вариациях того или иного инструмента вы можете получить просто невероятное количество оттенков тональности и это конечно же дело вкуса и предпочтений но я пожалуй остановлюсь именно вот на таком варианте на сегодня друзья это все если видео было полезным ставь лайк подпишись если хочешь получать уведомления о новых и полезных тюдов если ты впервые на моем канале то переходи в мой инстаграм по ссылке под видео подписывайся и забирай в подарок набор из 20 пресетов а в телеграм канале тебя ждет общение с единомышленниками и расширенные версии бесплатных программ по обработке творческих высот вам друзья всем пока и до новых встреч и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok